Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые коллеги, приветствую участников очередного совместного заседания наблюдательного и попечительского советов МГИМО. На них, на эти советы возложены ответственные задачи по эффективному решению стратегических вопросов, в том числе связанных с управлением университетом, улучшением его финансово-экономического состояния, выработкой рекомендаций по направлениям развития и поддержкой крупных проектов. Следующий год пройдет под знаком 75-летия МГИМО, хотя есть школа мысли о том, что в этом году исполнилось 75 лет, потому что именно в 43-м году был создан международный факультет МГУ, но мы решили отметить в этом году 75-летие, что мы уже сделали, факультеты международные отношения, а в будущем году уже МГИМО полноценно будет отмечать свой очередной очень славный юбилей. По случаю этого юбилея запланированы масштабные мероприятия. В апреле состоится пятый международный форум выпускников МГИМО, на этот раз в Узбекистане. В сентябре в парке Горького в Москве студенческий фестиваль «Крымский мост», который символизирует для мгимовцев того поколения очень многое, через которое мы ходили через мост крымский из МГИМО в парк Горького. Ну и исследователи соберутся на специальном конвенте Российской ассоциации международных исследований. Главное торжественное заседание планируется в октябре 2019-го в Большом театре. И надеемся, что празднование юбилея, эти мероприятия и многие другие, о которых здесь просто невозможно будет полностью рассказать, внесут вклад в дальнейшее укрепление нашего мгимовского братства. О текущей работе. Нам очень радостно, что признанием научного потенциала МГИМО стало предоставление университету право на самостоятельное присуждение научных степеней. Уже более полутора десятков человек защитили кандидатские и докторские диссертации по новой системе. И, конечно же, самостоятельность диссертационных советов МГИМО подразумевает повышенные требовательности, повышенную ответственность. Продолжается процесс реформирования центрального элемента исследовательско-прогностической составляющей университета Института международных исследований. С удовлетворением констатирую, что в уходящем году МГИМО продолжал динамично развиваться, наращивать сотрудничество с российскими и зарубежными учебными заведениями и другими партнерами. Осуществлялись многочисленные проекты, открывались новые направления работы. Из новых направлений выделю создание и уже реализацию трех сетевых программ с участием российских технических вузов. Во взаимодействии с научно-исследовательским университетом МИСИС открыта совместная программа MBA и магистрская программа по тематике международных товарно-сырьевых рынков. Убежден, этот шаг позволит удовлетворить запрос российского бизнеса на квалифицированные управленческие кадры в соответствующих сферах экономики. МГИМО и МФТИ реализуют совместные программы MBA по цифровой экономике. На повестке дня запуск совместного бакалавриата этих двух вузов. В сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта МГИМО удалось привлечь к осуществлению магистрской программы компанию Microsoft, в руководство которой входят выпускники университета. В рамках переговоров с Минсельхозом России о подготовке сельскохозяйственных атташе для наших загранучреждений МГИМО наладил системное взаимодействие с Россельхозбанком, Кубанским аграрным университетом и Темирязевской академией. Результатом должно стать открытие магистратуры и программы MBA по международным аграрным рынкам. Ключевым элементом этой программы будет одноименная базовая кафедра Минсельхоза. Соглашение о сотрудничестве Минсельхоза и МГИМО будет подписано сегодня. Сегодня здесь, сразу же по завершениям его вступительного слова, я рад приветствовать здесь Дмитрия Николаевича Патрушева, министра сельского хозяйства Российской Федерации. 3 сентября, когда открывался новый учебный год, было подписано стратегическое соглашение между МГИМО и ВТБ, которое преобразовывает ряд программ и профильную банковскую кафедру в МГИМО в базовые образовательные компоненты группы ВТБ. В планах создание к 2020 году обособленного подразделения на базе Дальневосточного федерального университета в соответствии с имеющимся на сей счет постановлением правительства Российской Федерации. Разумеется, востребовано укрепление взаимодействия между МГИМО и еще одним учебным заведением Министерства иностранных дел Дипломатической Академии. Кстати, отмечу, что МГИМО по своей инициативе начал готовить кадры для системы школ при российских загранучреждениях. Это очень конкретное и очень важное для нашей дипломатической службы дело. Отрадно, что университет уделяет особое внимание развитию и модернизации инфраструктуры. Продолжается строительство нового общежития. Планируется, что к середине 2020 года почти 2000 студентов разместятся в обновленном кампусе на проспекте Вернадского. Под нуждом МГИМО адаптируется и помещение Одинцовского кампуса. Отдельный этаж в филиале в Одинцово занимает Горчаковский лицей МГИМО, который располагает самой современной инфраструктурой. Я хочу за все это поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора Московской области, по инициативе которого этот проект реализуется и весьма и весьма успешно пользуется очень хорошим спросом. Ну и многие слушатели уже сейчас учатся в Горчаковском лицее в режиме пансиона. Под эти цели были переоборудованы и введены в строй более двух десятков жилых номеров в гостинице МГИМО в Одинцово. МГИМО укрепляет свои позиции и за рубежом. По просьбе руководства Азербайджана и Узбекистана университет провел подготовительную работу по созданию своих филиалов в этих странах. Нам сегодня предстоит нести соответствующие изменения в устав МГИМО, что позволит открыть филиалы в Баку и Ташкенте. Конечно же, этот шаг будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ. Отмечаю также с удовольствием, что университет не только основная кузница кадров для Смоленской площади, но и структура, которая вносит крупный вклад в наращивание общественной и научной дипломатии. Энергично участвует в реализации таких востребованных совместных инициатив, как Российско-Чешский дискуссионный форум и Российско-Французский форум гражданских обществ «Ренонский диалог», который был запущен по инициативе президентов Путина и Макрона. В наступающем году перед МГИМО стоят не менее важные задачи. Предстоит ускорить процесс реформирования экономического образования, завершить системные преобразования на направлениях политологии и государственного управления. Востребована модернизация спортивного ядра кампуса на Вернадского, превращение библиотек на проспекте Вернадского и Воденцова в полноценные интеллектуальные клубы. Это тоже один из очень важных аспектов работы с молодежью и формирования молодежи культуры дискуссии. Надеюсь, что при поддержке властей Московской области и Одинцовского района, который преобразовывается в городской округ, начнется строительство компактного современного общежития МГИМО Одинцова. И решение также требует вопрос освобождения университета от арендной платы за недвижимое имущество. Мы надеемся при сотрудничестве Андрея Юрьевича Воробьева эти вопросы постепенно решать на благо развития нового образовательного центра в Одинцовском районе. Знаю, что в будущем году МГИМО заинтересованы в получении дополнительного бюджетного финансирования и вхождении в программу 5.100, а также в программу поддержки экспортного потенциала и интернационализации российских вузов. Планы, по-моему, амбициозные, но весьма и весьма привлекательные. Мы будем по линии Министерства иностранных дел активно их поддерживать. И в целом у нас нет сомнений, что в юбилейном году университет продолжит курс на поступательное, комплексное развитие, будет идти в ногу со временем, а на каких-то участках и это время опережать, Анатолий Васильевич. Я думаю, это все нам по плечу. Спасибо большое за внимание. И сейчас, если вы не возражаете, есть предложение подписать упомянутые мной соглашения. Подпишет Дмитрий Николаевич Батрушев и Анатолий Васильевич Тарковов. Спасибо. Спасибо. Коллеги, мы благодарим наших друзей и средств массовой информации. До новых встреч и с наступающим Новым годом.